За призывы к экстремизму россиян будут сажать на 5 лет. Госдума приняла закон, который вводит в уголовный кодекс новую статью. Теперь тюремные сроки будут грозить тем, кто финансирует экстремистскую деятельность, а также призывает к ней. Причем неважно, совершено преступление через средства массовой информации или при помощи интернета. Наказание за это, принудительные работы или лишение свободы до 5 лет. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. В Кирове продолжается выдача путевок в детские сады. Сегодня, в частности, начали выдавать направления для детей, которые родились в сентябре 2011 года и начале 2012 года. Кроме того, путевки могут получить родители тех детей, которые родились до этих строков. То есть в 2010 году, а также до сентября 2011 года. Путевки выдают в департаменте образования города на улице Молодой гвардии, 74. Россияне стали меньше курить и умирать от сердечно-сосудистых заболеваний. Положительные результаты врачи начали фиксировать после вступления в силу антидобачного закона. По сравнению с прошлым годом, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний снизилась почти на 10%. Стало меньше и число курящих детей и подростков, рассказывают специалисты Всемирной организации здравоохранения. К следующему году процент курильщиков планируется уменьшить до 15% от всего населения страны. Сейчас же во власти табака находятся 60% мужчин и 22% женщин. На Иволке кировчане начали защищать научные проекты. Пока будущие политики и аграрии, приехавшие с округа, зарегистрировали защиту 50 работ. А вот в бизнес-проектах ожидается больше сотни. И по словам организаторов, у 40, как минимум, есть все шансы на победу. Кстати, именно кировчане на суд экспертов собираются предоставить всего 90 проектов во всех имеющихся категориях. А общая сумма, предназначенная на гранты всем участникам форума, равна 5 миллионам рублей.